Всем привет, с вами Нелевгорнетых, Hero Siege, и сегодня я поиграю за пиромансера, я решил сделать так много, ну, достаточно много было комментариев, которые говорили о том, что ребятам некоторым эта игра нравится, и мне она тоже нравится, потому что, ну, реально рашевая просто игра. И сегодня я поиграю за пиромансера, и будет вот несколько серий за каждого персонажа, во-первых, кстати, здесь есть такая вещь, что здесь можно, допустим, нашего персонажа за кристаллы оборудовать очками, допустим, разными вот такими масками и тому подобное, коронами, там, ну, как видите, очень много достаточно всяческого барахлишка, вот можно вот такую вот, можно вот так вот, вот классно 22 нашему пиромансеру сделаем. Также можно заблокировать миньонов, как видите, за рейнджера, можно ближний бой за тысячи кристаллов, ну, блин, и цвет, цвет ника, но это исключительно для мультиплеера. Так, давайте погнали. Блин, я опять не того, похоже, проапгрейдил, черт возьми. Ну-ка, еще раз попробуем. Хотя нет, вот, написано же. Не понял. Мне какой-то глюк происходит, что ли, и я, похоже... Хм, ладно, неважно, похоже, только с первым персонажем, который я удалить не могу, и ничего с ним сделать не могу, только с ним, похоже, изменения происходят, но это неважно, то есть, имейте в виду, что это, в принципе, можно. Он у меня уже 20 уровень, я его довольно-таки серьезно-таки, серьезно уже прокачал, то есть, и вся суть у него в чем? У него есть, конечно же, 4 скилла, как и у всех, то есть, это вот такой вот, такой вот залп огненных шаров, потом вокруг себя вот так он раскидывает волны огня, и на третий это метеоритный дождь, огненный дождь, как вот... То есть, я иду, и он вокруг меня, видите, как он горит, и на четверочку я призываю вот такого вот голову феникса, не знаю, огненного дракона, или просто лавового дракона, который стреляет во всех ближайших. Так, кстати, талант, талант, давайте прокачаем, давайте вот фаер-метеор. Также, также, по автоатаке, вот, я могу срабатывать с определенным шансом, во-первых, метеор и несколько вот таких вот залпов, то есть, у меня... Метеор это вообще страшная штука, на самом деле, потому что он, как сказать, он не взрывается, он летит дальше, он убивает, допустим, и летит дальше, ну, цель, вот так вот. То есть, по такой системе он работает, довольно-таки эффективно. Ну, и также, как видите, вот могу вот такую вот огненную волну делать вперед, иногда она срабатывает, и также вот по несколько шаров из меня вылетает огненных, а не один. Это довольно-таки, ну, эффективно, то есть, очень круто. И второй уровень, я уже второй акт открыл, на самом деле, можно в нем побегать. Давайте посмотрим. Я поиграю, то есть, эта серия будет посвящена именно только этому персонажу, так что посмотрим, какой из них лучше. Ну, пока все идут. Ух, ух, жестоко-то как. Сейчас было. УАЙ! Ха! Два скилла, меня заморозили, сверху булавой ударили, и все. Кстати, одну вещь я заметил. А где мои артефакты, которые были со мной? Вот. Вот этого я немножечко не понял. как видите здесь можно миньона еще проходишь когда вы его купите его похоже можно будет прокачивать но это конечно все отлично предмет у меня есть и желтые видите ей вообще какой-то фиолет ну как это оранжевый коричневый что ли то есть довольно таки хорошо оделся а вот по поводу кстати артефактов это очень интересный момент я бы хотел странно честно говоря где мой артефакт со мной летала несколько артефактов и это интересный момент на самом деле ну ладно сейчас будем понимать или не просто на втором акте конечно же в любом случае намного тяжелее как можно ну как не то что довольно таки у большого количества монстров появились всяческие скиллы и это на нам довольно таки напряженно становится притом они часто очень пассивные ну как бы это объяснить так после смерти срабатывает это еще на прежде то есть вы не ожидаете рука час торчит из снега вы не ожидаете что он еще вам чем-нибудь ударит вражина он еще оказывается есть у нее сюрпризы этим вот и неприятно в принципе а и главный уворачиваться изначально я сделал этого персонажа весь не только исключительно на урон но потом все-таки начал жизни давать и потому что он ну так как бы это правильно сказать слабенький стал то есть он не настолько был прокачан есть вот магазин в принципе но так как у меня денег не очень много то я и не буду туда ссуваться даже так где у нас данжен где-то данжен открыт что ли по моему да так же происходит вот здесь вот событий частые то ли данжи то квесты то еще всяческое ну очень много множество на самом деле интересных событий происходит которые вам дадут прокачку также вот допустим был такой данж к примеру который я спустил который я спустился и там слишком прям гигантские монстры были потом что-то типа как сказать пройти несколько волн быстренько и вам дадут награду тоже был то жестко 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 как а вот это сейчас был так давайте наберем ключей сразу два выпало отлично на самом деле я все пытаюсь найти вход в данжик который вон 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 он как видите обычного ключа нет вот это печально он еще не открылся он появился как видите но не открылся еще вау то есть видите я его открыть сам не могу и он откроется тогда когда ему надо будет а вот это конечно вот зараза мощный главное следить за жизнью на самом деле когда вы только ну вот я лично когда начинал сами помните первую серию довольно таки тяжеловато мне было потому что я не замечал просто вот эти вот всяческие пассивные скиллы и тому подобное кстати смотрите вокруг меня что-то летает это что-то сработало или я не понимаю что это так следующая волна вот видите видите данжик открылся то есть давайте сходим посмотрим что там то есть это похоже какое-то прохождение чего-то будет то есть мне в конце возможно дадут награду какую-нибудь во посмотрим что же на самом деле здесь нужно быть так так сказать это опасно довольно территории почему потому что потому что ну уже было такое я стал сталкивался съесть с этим монстры были в 1 5 сильнее меня то есть и они просто мне такой урон наносили и что сложно было представить на самом деле черт вот я хотел прорваться опять я даже не смотрел на жизни это конечно печально но умирать здесь в любом случае придется очень много надо коробки в любом случае открыть потому что в них могут быть ключи а это довольно таки знаете ну как сказать очень важно поначалу потому что самом начале может вполне быть какие-нибудь интересные бонусы и сундуки как вот в принципе самом начале видели я там фиолетовый сундук стоял и я его не мог открыть то есть печально же а там вполне может быть очень приятные бонусы вплоть от вещей хороших до артефактов было такое мне что и артефакты падали это как бы факт попытка номер какая-то там так ну плохие вещи конечно сейчас тяжело на самом деле найти вещи хорошие потому что ну давай умри я знаете какая толстая мышь довольно таки сложно найти вещи потому что они у меня с этого и ну не с этого с несколькими параметрами и к понятное дело что они намного лучше чем то что допустим есть вау вау спокойно спокойно ребятки так поставим здесь оставим здесь дядьку так вот это сейчас если такие шипы попадают то они замораживают и это не очень приятно на самом деле особенно если вы на грани то есть вас заморозили и потом еще и наваляли так все давайте пойдемте дальше ну пока вот пока идет ожидание можно допустим какие-то другие сделать квесты у меня конечно скиллы не не прокачаны допустим не прокачана вот эта голова не прокачаны еще нескольким так крипт я не успел даже прочитать что это такое нет не очень вещи конечно выпали могли получше быть так давайте да ай 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 и спокойно 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 ребятки на метеорит который срабатывает он надо прям как из пулемета шмаляет а иногда вообще не срабатывает но когда срабатывает это просто великолепная вещь ну лично для меня метеорит больше всего здесь нравится пока что так что-то появилось только вест появился то ли еще что-то появилось и вот фиг пойми еще там оно появилось ну ладно блин хотел голову включить а включил метеоритный дождь блин ладно проехали давайте запустим следующую волну все таки сити квеста они квесты квестом как говорится но самое главное мне же убить босс и получить побыстрее артефакт но в принципе здесь и заключается в этом что вот в получении артефактов вот этих вот потому что они очень усиляют вашего персонажа поверьте вот прям вот воу 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 давай 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 все поняли уже что ты хочешь показать какой-то крутой все следующая волна вот видите синенькая шмоточка но у меня уже намного лучше вещь они меня и желтый смотрите дракончик маугро ой 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 вот это я сейчас опасно вот это сейчас очень опасно было прям я счет то расслабился честно говоря не пойму я чего разблокировал я какое-то достижение непонятно но дракончик слабый вот честно дракончик уже не он такой как видите я его просто даже автоатакой пробивая спокойно то есть он уже не представляет такой какой-то опасности вещи скорее всего отвратительные даст сейчас посмотрим ну да он даже не дал не синих вещей ну ладно это в принципе не страшно самое главное ну вот видите здесь не очень была награда потому что здесь всего лишь сундучки и а нет я получил какую-то награду орб чего-то там и а нифига себе то есть видите этот орб он как бы это как бы предмет который нужно юзать и то есть я ставлю голову еще то есть у меня две головы может быть а нет вот этот бред это не очень интересно так ничего интересного ничего интересного ну у меня как видите ключ у меня еще и стамина дает к тому же здесь перчатки отвратительные а броня вообще отвратительная так здесь у нас что тоже броня отвратить но я ее отдел случайно черт возьми я еще случайно отдел а жесть ну ладно не страшно так давайте урона себе добавим и здесь можно вот это вот что такое суммон что-то вот наверное то что вот вокруг меня летали летали птички как раз это она и есть последний последний скилл как раз таки какой-то у меня его даже не прокачано еще не знаю уж на каком уровне вот отлично просто открыл открыл как говорится сундучки ладно давайте все бутылочки да ну что такое-то я не а нет вот две головы поставил сначала значит сначала свой скилл нужно как бы юзать потом только потом только нужно чтобы ох ты его вот это что такое то вот это еще за голода да на самом деле эти бутылки ах ты что ж я поторопился я вот это конечно странновато то что я сейчас вот случайно отдел ботинки которые ну более стрёмные чем мои были в тысячу раз при том стрём не то же самое что и с броней это я просто поторопился на самом деле моя конечно ошибка вот здесь вот просто просто всего лишь стоит же не торопиться не торопиться а я думаю почему здесь не пройдите же водоем ну все попался ладно в принципе не критично ну вот как видите всего лишь один артефакт странно конечно то есть пропадает похоже артефакт который вы собрали ну что ж мне теперь стрёмные и я броня и стрёмные ботинки жесть конечно я лоханулся по полной программе ну ладно не страшно наберем еще в принципе если вы играете ну давайте давайте следующую волну сразу данжен какой-то открылся прям вот сходу кстати здесь я вот увидел кто-то бегал или он мне показался всего лишь по-моему все-таки бегал такой фиолетовый дядька на самом деле когда вы берете вещь игра не просто не останавливается в этом немножко есть страшно но при этом при всем когда вы допустим сравниваете две вещи вы можете бегать так что учтите но то есть видите как я просто нужно как бы на автомат что ли уже чтобы это все у вас срабатывало все нужные кнопки так данжик появился это хорошо конечно но сейчас мы точно не будем работать и где кстати вот где я же странно странно и очень странно артефакт был же у меня да но но удивительно что он куда-то пропал в общем и теперь я им не могу воспользоваться потому что он куда-то пропал хотя было так здесь нужно аккуратно ни разу не попадал под эту гильотину и мне кажется что она убьет с одного удара поэтому я так осторожненько так здесь у нас опасные враги напали со спины притом так вот это зараза они конечно издеваются вот это нормально так и здесь я уже сталкивался с этим это такое как бы ну как бы квест даже в какой-то степени то есть нужно вот этими блоками как видите можно закрыть некоторые был некоторые дырки и надо открыть план давайте пока что так оставим посмотрим что за рычагом у нас и и что рычаг у нас открыл я честно говоря этого не понял ну вот все открылись кнопочки что-то я не понял механизма там был и рычаг и смотрите а че делать ну ладно не страшно да 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 хорош вааааа сейчас чувствуется чё-то ёк-клой ёк красоты спокойно-спокойно да что ж такое ну вот от эх босса не добил видите артефакт же есть почему он не изался вот смотрите его сейчас нету то есть он не как-то странные то ли глюк что ли произошел довольно таки в общем интересный персонаж на мой взгляд он прямо такой рашевый то есть у него столько скиллов именно уничтожающих врагов и это довольно таки прикольно пока что я еще не играл милишником чтобы определить как тут вообще милишник будет урон получать то есть его наверно в защиту как-то нужно будет делать то есть как-то спорный такой в общем вопрос вообще как тут сможет ближний бой играть честно говоря затрудняюсь и ответить но посмотрим в следующий раз подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам понравилось видео хоть и не завалил ни одного босса но все же думаю познакомился вы познакомились с персонажем как его качать только вам решать то есть что но я вот и как видите сделал его в атаку и в жизни с вами был не в горности всего хорошего пока